Четвертая книга Худака Некая, это Итти-вуттока. Структура какая, что значит 112 сутр, она начинается с фразы «так было сказано», то есть Итти-вуттока. Считается, что это записала Мирянка Кхуджуттар. Она жила во дворце, она была прислужницей одной из царицаря, там была полигамия официальная. И буддизм официально разрешает как полигамию, так и проституцию, то есть с этим проблем нет. Ну вот, короче, служанкой одной из жен некоего царя была вот эта вот Кхуджуттара, она была буддийской. Страшные условия были в гаремах Древней Индии, и эта самая царица, она не могла покидать дворец, не могла вообще выходить, потому что, значит, боялись, что она изменит или как-нибудь там посмотрит не на те ее части тела. Короче, в кошмарных условиях жили жены индийских гаремов. Ну, суть в том, что она посылала вот эту Кхуджуттуру слушать Будду, поскольку буддизмом она интересовалась. В принципе, что несчастной девушке было делать, заперти всю жизнь, как только не религию практиковать. Ну, вот это, значит, служанка, она запоминала все, что Будда говорит, и, возвращаясь во дворец, она пересказывала, у нее была хорошая память. Поскольку Будда постоянно с ней работал, то есть он ей что-то такое передавал, какие-то доктрины, он ее считал самой выдающейся из буддисток, вот именно в плане Дамы. И он в какой-то степени ее подготовил также на проповедник, то есть она также проповедовала, поскольку Будда ее непосредственно обучала, вот она запоминала все хорошо. Она рассказывала там в Каремии этим девушкам запертым. Потом, значит, был пожар, и в пожаре все 500 служанок этой царицы погибли, и Будда сказал, что как минимум они все стали первой степенью пробуждения Сотопана. Вот, то есть Сотопана имеется в виду, что 7 раз перерождается, а также это человек, который не может вернуться обратно, он, то есть уже в любом случае будет буддистом, в любом случае будет спасаться. Но, может быть, не в этой жизни, но он уже как бы вступил в поток. Это уже необратимый процесс. Спрошу, он что-то понял. Как бы вот согласно буддисту, человек что-то понял, это потом уже трудно у него забрать. Значит, ну и также есть у многих ученых представление, что это самые древние сутры, которые действительно при жизни Будды люди слушали. Значит, структура, она состоит из групп. Ну, вот любимая структура, которая и в предыдущих частях канона была. Единица, двойка, тройка, четверка, то есть по группам тем. То есть, если, допустим, единица, там одна тема в сутре, двойка, две темы в сутре, тройка, четверка. Ну, то есть много она все равно, эта женщина, не запоминала за один раз. Самые большие сутры, ну, страничка вот так. То есть часто они зарифмованные. Вот то, что она прослушала, она как-то рифмовала, чтобы не забыть. И вот у нее в голове была такая библиотека небольшая. И вот она как раз была записана именно как вот это и те вот так. Вот первая сутра такая типичная. Так было сказано благословенным, так я слышала. Одно качество отбросьте, монахи, я гарантирую вам невозвращение. Какое одно качество? Отбросьте жажду. Как одно качество я гарантирую вам невозвращение. Дальше она читает небольшое стихотворение о том, что жажда это плохо. Те, кто понимает это, они никогда в этот мир уже не вернутся. То есть для буддизма ценно в этот мир не вернутся. Ну что вот тут интересного, я так попал, я все перечитал, значит. И вот кое-что тут по метке себе сделал, что тут такое мне понравилось или необычно. Ну вот 1.20 она фиксирует, что если в момент смерти человека, ум его омраченым, попадает в ад. И 1.21, что если у него чистый ум, попадает в рай. Вот это представление о том, что именно момент смерти первичен. Даже фильм у нас тут был про момент смерти, да, там где они действительно по моменту смерти попадали куда-то. Вот он, да, действительно, это представление, оно общее буддийское, оно имеется в Трепетаке. Оно есть у тибетских буддистов. Но считается, что состояние ума в момент смерти, оно определяется кармой. То есть вот вся совокупность его деяний во время жизни человека, она определяет его состояние в момент смерти. То есть если мы, допустим, знаем, что человек в момент смерти был там бухой, злой, то есть явно охваченный негативными эмоциями, то определенный прогноз с точки зрения буддизма его по смерти в существовании уже можно делать. Или наоборот, чтобы мы знаем, что человек, допустим, находился в храме, там, или размышлял над хорошими книгами, то, скорее всего, его загробное существование позитивное какое-то по буддизму. 1.25 – важный момент по поводу лжи. И именно, что 1.25 – говорит, что тот, кто намеренную ложь говорит, способен совершить любое зло. У нас в интернетах, блин, соврать, как два пальца обоссать, как говорится. Мы вот после большевизма с этой постоянным враньем со стороны государства, мы мало этому, к сожалению, внимания уделяем, поэтому я в этих комментариях всякий раз к этому возвращаюсь, то, что, так сказать, за базаром мы следим плохо. Вот и сброской нашей постсовеской культуры мы привыкли, что у нас всё ситуативно, что для благой цели можно врать. Или там, допустим, если мне показалось, что я так лучше выгляжу, вот я собру. Или, допустим, в дискуссии всё равно мой конечный тезис верный, давай я что-нибудь собру. Если мне как бы не помешает. Мы часто так думаем. Будда говорит, что вот такая позиция – это основа, в принципе, любого преступления. То есть надо тщательно следить за тем, что мы говорим, особенности в плане ложи или правды. 1.27 – прекрасная сотра о значимости доброты. Доброта, превосходя весь мир, сияет и пылает ослепительным блеском. 2.27 – неверно считать, что тхеравада, то есть ранний буддизм – это лечение апофигизма, там полное безразличие к людям, там, как и в Махаяне, как вообще во всём буддизме, значимые идеалы доброжелательности к людям, то есть активные, позитивные жизненные позиции, активно желать другим добра. Это, безусловно, это весь буддизм такой, и тут не надо просто часто приписывать раннему буддизму какую-то такую холодность. Имеется в виду, что человек не должен с дурной головой бегать, всё, что ему там, как ему там вожа пойдёт, как ему моча в голову ударит, но это общечеловеческое понятное представление. Против этого, как и в буддизме, будет сколько преступлений от того, что люди себя не удерживают. А за доброту, за позитивные отношения к людям, безусловно. Любой буддизм за это. Значит, эти вот ака 3-4, значит, говорится о том, что есть три чувства. Чувство удовольствия, чувство боли или не боли, не удовольствия. Чувство удовольствия нужно считать страдательным, чувство боли, ядовитый стрелой, а чувство неудовольствия, не боли, как непостоянное. Ну вот часто это с утра объясняют, то есть когда мы испытываем удовольствие, то есть буддизм, он же должен, во-первых, внимательно всё время смотреть, что происходит в потоке сознания. Допустим, какой эмоциональный фон у каждой мысли, да? Сейчас у меня сравнительно спокойное и некоторое удовольствие, можно сказать. Ну вот, и вот это проанализировав, определив, в чём у тебя сейчас пребывает удовольствие, боль или отсутствие того и другого. Дальше идёт, да, правильная оценка должна даваться. То есть удовольствие, оно страдательное, имеется в виду, что удовольствие вызвано какими-то причинами. Какими-то причинами вызвано. Выспался. Вот. Оно вызвано какими-то причинами, и оно по каким-то причинам следовательно исчезнет. Поэтому на всяком удовольствии нужно думать, что оно вызвано чем-то внешним, само по себе. Оно возникнет и проходит. Чувство боли – это как стрела, то есть это тоже, в принципе, что-то внешнее, но на сей раз уже негативное. Поэтому как удовольствие, так и боль, нужно вспомнить, как какие-то моменты, вызванные причинно-следственными связями, в том числе и кармой, да? Которые пройдут тоже в связи с какими-то другими причинами и следствиями. А вот отсутствие и удовольствие боли тоже на самом деле чувство, и тоже на самом деле санскара. То есть нельзя сказать, что буддисты хотят, чтобы просто была такая некоторая тупость. Оно не постоянное. То есть когда мы оценки не даём своему состоянию, как позитивному или негативному, всё равно и это пройдёт. Вот ощущение нейтральности, оно как бы да, для разума оно лучше, лучше разум управляет ситуацией в таком ситуации, не мешает чувствам. Но оно всё равно нужно думать о том, что оно пройдёт. То есть думать о том, что это ощущение какое-то вечное, что его можно вечно оставить, тоже неправильно, потому что это всё равно, это группа привязанности, это вид данных. Это всё равно какое-то переживание, которое пройдёт. Поэтому, когда оно есть, когда у нас нет ничего не более новости, нужно думать так, что это пройдёт. Будет когда-нибудь всё равно более новости. Дальше, 3.36. Тоже вот это всё по поводу, на что должно быть обращено внимание, это очень важно в буддизме. В данном случае говорится, что монарх должен обращать внимание на непривлекательность тела. У нас реклама в нашем мире потреблений постоянно призывает обращать внимание на привлекательность тела, в основном женского, но есть, конечно, ориентированные на мужскую красоту стимулы. У буддизма противоположный подход, то есть нужно думать о теле как о непривлекательном. Это трудно для современного человека, воспитанного на другом. Такова истина. В буддизме это развернутое, существуют многочестные практики, на закрепление. Это потому, что тело непривлекательное и плохо. В частности, поэтому параллельно по Библии читаю лекции и буду ещё скоро опять. Писание Бога в Библии как похожего на человека, но и как человеком, практиковавшим многие практики близкие к буддизму и буддийске, воспринимается как наезд на Бога, потому что я тело автоматически считаю непривлекательным. То есть, когда они говорят, что у Бога есть человеческое тело, это значит, что это наезд на Бога. Они ругают, они хуляют Бога, потому что человеческое тело плохое. Даже на каком-то таком эмоциональном уровне сразу воспринимается, как что-то такое плохое. Кроме того, в этой сутре призывается устанавливать осознанность с вдохом и выдохом. Дело в том, что проще всего, когда мы на чём-то телесном хотим зафиксироваться, просто на чём-то зафиксироваться, чтобы мысль не летала по эмоциям, по прошлому, будущему. Ну, не имеется в виду, что не надо думать, а когда она просто, допустим, думает, просто зацелится на чём-то прошлом, там или каких-то мечтах, эта ситуация не поможет. Ну, вот буддизм обычно говорит, что проще всего на вдохе и выдохе, потому что эти процессы всегда идут, неизбежно будет, если он живой человек, он будет вдыхать и выдыхать, поэтому на этом проще всего зафиксироваться, и вот к этому постоянно призывает даже ранний буддизм, то есть осознанность сформируем на основе вдоха и выдоха. Ну, и также в этой сутре призывается обращать внимание на непостоянство всех формаций, то есть мысли, когда мы что-то начинаем анализировать мысли непостоянства, является такой хорошей мыслью, когда мы начинаем думать о том, что всё вот это непостоянно, ничего постоянно всё равно не будет из вот этих формаций сознания, из волевых усилий и прочих. Вот когда мы думаем, что всё это, в принципе, пройдёт, и не надо об этом, так сказать, полностью этому предаваться, оно не должно воспутствовать в текущей ситуации, в моё вид на текущей ситуации. Когда мы думаем, что это непостоянно, это у нас мысль хорошая, это мы в правильном направлении подумали. Значит, четвёрки, 4.1. Вот опять же, по поводу даяния. Даяние важная вещь, потому что оно очищает карму, создаёт добрую карму. И вот в 4.1 фиксируется, что высшее даяние — это поделиться добрым учением. Поэтому я не потому, что я так тщеславен, что вот у меня какое-то сообщество, и пусть там будет много народу, просто вот я эти клипы в основном в сообщество, да, кидаю в наше манихейское. Просто для участников как бы сообщества, я просто ещё раз фиксирую, что когда они это всё обсуждают, свои точки зрения несказывают, да, там распространяют, это высшее даяние, потому что они общаются на какие-то добрые заведомо темы, на тему доброго учения, о том, как хорошо жизнь построить, как это всё правильно сделать. Они таким образом распространяют доброе учение, или там клипами этими делятся, и так далее, или на Ютубе, тут лайки хотим бы ставить. Это распространение доброго учения. То есть тут я не по мотивации обычной сферы, рекламной, как тоже у нас так всё забито, давайте раз у нас какие-то есть, ну что давайте продвигать, да. Это просто вот в буддизме так, я про буддизм рассказываю, вот там так. Участие в обсуждении, что-то доброе в его распространении, хотя бы там лайками, репостами и так далее, это высшее даяние. Это очищает карму лучше, чем если бы мы там, не знаю, голодных кошечек, кормили как некоторые любят и так далее. 4.2, это сутра о том, что легко получить. То есть мне тоже понравилось. Четыре вещи ничего не стоят, легко получаемые, не вызывают порицания, а именно это выброшенная ткань, легко получаемая, еда ничего не стоит, легко получаемая, и подножье дерева в качестве жилища ничего не стоит, легко получаемая, а также лекарство, сделанное из мочи, ничего не стоит, легко получаемая. И вот эти четыре вещи, не должен монах быть удовлетворенным. удовлетворенным. То есть, значит, этой самой тканью, подобранной на помойке, едой, которую дали в качестве минус, то есть заведомо там, я не знаю, у них даже самая педстанция этих неполонечного, там могли всякую тухлятину просто надавать. Ну вот, значит, деревья в качестве жилища и лекарства из мочи. Ну, естественно, тут не написано, что надо ограничиваться. Просто, что, когда человек доволен даже этим, то это хорошо. Это человек отшельник. Ну, то есть, опять же, мы видим, что идеал буддизма далек от жизни многих сперешних деятелей религии, считающих себя таковыми. 4.10 с утра — это речной поток. Ну, тоже вот, значит, интересно рассказывается. Если бы человека несло по течению реки чудесной и притягательной, и другой человек, который стоит на берегу реки и завидел его, сказал бы, хотя тебя несет по течению этой чудесной реки, ниже по течению моря, с волнами, водоворотами, монстрами и демонами, и когда ты достигнешь этого моря, ты переживешь смерть или смертельные муки. Тогда человек, который его несет по течению, он бы услышав эти слова, он бы стал грести руками и ногами против течения. И вот он дальше эту, значит, метафору Будда объясняет. То есть вот течение реки — это жажда, то есть когда человека несет, вот это, допустим, река, да, под влиянием жажды. Значит, чудесная и притягательная, то есть вот эта река, она как красивая, да, это вот сфера чувств, море ниже по течению — это пять привязанностей, волн — это злоба и беспокойство, водовороты — это пять нити чувственного удовольствия, монстры и демоны — это лица противоположного пола. Как бы еще раз негативно к семейной жизни буддистам относятся, потому что монстры и демоны — это лица противоположного пола. Это вот когда он понимает, что его несет к злобе, к чувственным удовольствиям, которые буддистами даже как страдания воспринимаются, потому что они временные и вызывают привязанность. И к лицам противоположного пола несет, которые являются демонами для нас. А вот он понимает, что нужно против течения грести, и вот против течения — это как раз отречение. То есть буддисты, они против течения вот этого идут, которые считаются нормальным для обычного человека. Ну и как бы вот следить-то за этим надо, идти по течению ли мы плывем или нет, и контактировать с обычными людьми, которые по течению плавут, надо с повышенной внимательностью, потому что как бы нас может снести вместе с ними на каком-то уровне, поэтому не то, что мы там их как-то ненавидим, но просто вот это негативно, когда много контактируют с людьми, которых несет, которые считают хорошо, что их туда несет. Но это все-таки плохо влияет как бы на нас самих. Ну вот получается такая вот дилемма. С одной стороны доброжелательность, но как бы всем хорошего хотим, искренне совершенно. С другой стороны вот контактировать с ними часто им не поможет и себе навредит, но вот в каждой конкретной ситуации приходится разрешать, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас больше контактируем или мы больше отречением занимаемся, к сожалению, нам на все... как каждая ситуация нам все равно придется самим решать. Почитав, естественно, святые писания, например, вот эту вот книгу анализируемую. Субтитры создавал DimaTorzok